Девятнадцатого марта, время девятнадцать десять, в студии Азерета Дреймов, передача Арена и сегодняшний гость нашей программы, президент Федерации Кёрлинга Крымской Республики, Тыншникбек Саматов. Здравствуйте, Тыншникбек Шкурвейкович, как у вас дела, как прибыли? Спасибо, все хорошо, Рахмат Мишала, прибыл, рад, что пригласили на эту передачу. Всегда рады, все-таки Кёрлинг только развивается, потому что даже сегодня сталкивался с такими вопросами, кто у тебя будет в гостях, некоторые спрашивали, ребята, и я говорю, вот президент Федерации Кёрлинга, разве такое есть? Я говорю, да, есть, 12 декабря 2016 года была создана федерация данная, и, конечно, вы уже приходили к моему коллеге Касылбеку Бахтовекову, очень интересный эфир там тоже был, и уже рассказывали, в принципе, о создании, об этом тоже будем немножко касаться во время эфира. Ну и, конечно же, сейчас перед первым вопросом извещу наших телезрителей то, что спонсором нашей передачи является мобильное приложение номер один в Кыргызстане Лалафо. Каждый седьмого выбирает Лалафо, в том числе и я. И еще будет, конечно, разыгрываться приз от нашего спонсора, это футболка и кружка, конечно, у нас есть номер, короткий номер 3535, можете писать смс туда и, конечно же, задавать вопросы герою сегодняшней программы, тычный Беку Саматову, президенту Федерации Кёрлинга Кыргызской Республики. Самый интересный вопрос, я думаю, мы с нашим гостем выберем, какой будет лучший вопрос, и, соответственно, этот подарок достанется этому человеку. Поэтому присылайте смс на номер 3535 со своим вопросом. И первый вопрос такой, вы вот съездили недавно буквально в неформальные встречи, как раз таки побывали в России. Расскажите, пожалуйста, о ней, о последних новостях вообще Федерации. Да, вот недавно, 26 февраля, полетел в Москву, вот, как бы договорено о неформальной встрече с президентом Федерации Кёрлинга России. И известный такой политик, депутат Госдумы Свящев Дмитрий Александрович, как раз они скорее прилетели с Олимпиады, вот, там, итоги потом подводили, плюс со своими, там, разбирались по поводу допинга. Ну, и как раз про него меня тоже, пообщались с ними на будущее, то есть много положительных комментов расскажу в будущем, да, как бы, в эфире. Хорошо. Ну, и, конечно же, у вас сейчас идет тесное сотрудничество с Россией. И летом, как раз таки, мы снимали репортаж про напольный кёрлинг еще с Джоном Ли из Китая. Вот сейчас все-таки упор, вы все сделали на полностью, уже на большой кёрлинг. Да, да, мы, как бы, больше уже переходим на лед, потому что, как бы, обычно все чемпионаты же на льду проходят. А это, как бы, был у нас обучающий момент для детей, мы проводили отчеты. Так, друзья, для тех, кто только-только вообще знакомится с этим видом спорта, у нас есть специальный ролик, сюжет, конечно же, можете посмотреть, послушать и узнать об этом виде спорта хотя бы немножко. Внимание на экран. Пока что, конечно, ждем, ждем у нас технические неполадки. Итак, друзья, если уж говорить, давайте еще один вопрос вам задам пока, а потом уже посмотрим, конечно, этот ролик. А вот как раз-таки про вашу федерацию. Вообще, многие ведь спрашивают у вас, для чего вообще я создал эту федерацию. Вот скажите, с чего вообще началось именно создание, то есть 12 декабря 2016 года вы создали эту федерацию. С чего пошло это все? Ну, это, как бы, Сочи в 2014 году, как бы, побывал там и увидел этот вид спорта. До этого, конечно, в телевизорах видел, а там мне посмотрел самому живую. Понравился этот вид спорта, тем более, как бы, сам раньше шахматами занимался. Такая логическая игра, вроде бы, интересная. Когда сам на льду, это еще больше захватывает. А со стороны, когда играют действительно мастера, там вообще еще, как бы, это, как бы, интереснее наблюдать. Вот там и зародилась идея, потом думал, как бы, ну, а что у нас в республике есть ли, нет. Приехал, узнал, в агентство спорта сходил, этого спорта и не было, как бы, ну, и думаю, попробую, что делался это дело. Хорошо, что агентство помогло совместно, и мы все поскрыли, делали. И уже около полтора лет. Да, уже около, почти, да, уже полных, два года, мы сказали, да, полных, почти, да, полных, два года. Отлично. Итак, друзья, сейчас готов тот самый ролик, давайте посмотрим, и потом уже продолжим беседу с нашим гостем. Внимание на экран. Керлинг, или в районах Шотландии. Именно в этой стране и зародился данный вид спорта в начале 16 века. Керлинг, игра, воспетая поэтом Генри Адамсоном, получила свое название от шотландского глагола кер, то есть низкое рычание, и в годы этот вид спорта становится все популярнее. Число поклонников этой игры растет с каждым днем. В нашей стране в данное время активно развивается федерация керлинга. 2016 года ведется активная работа по внедрению в массы этой новой для нашей страны игры. Постоянное налаживание связей с федерациями других стран, международные семинары, упорные тренировки. Приходите, тренировки бесплатные абсолютно, с 11 лет возраст и до бесконечности. Ждем всех вас и надеюсь, что вы придете и будете заниматься упорно, достигнете больших результатов. Для вас мои соотечественники. С вами был президент федерации керлинга, Ростоквек Саматов. Я думаю, вы насладились этим роликом, так же, как и мы, так же, как и президент федерации керлинга. Как вам? Отличный, отлично. Вы там говорили до бесконечности, ну, так, утрируя. А если уж говорить о возрасте, самый такой оптимальный возраст для занятий керлингом какой? Ну, желательно, как бы, начать с 18-19 лет, как бы, да, чтобы, так можно и в 35 пройти заняться, 40 лет, потому что для каждого, это для каждого основной группы существуют свои турниры. На сегодня есть молодежные, то есть от 17 лет до 25, есть взрослые, то есть также можно, там могут и от 17 участвовать до 40, есть сеньоры, там от 40 и там до бесконечности, до 80 лет. Есть турниры среди инвалидов. Извиняюсь, вот смс пришло вам, то где еще кроме Бишкека, вот такой вот смс, то где еще кроме Бишкека? Ну, вопрос такой, можете перефразировать, то есть просьба такая, можете перефразировать ваш вопрос немножко, ну, а, имеется в виду, скорее сегодня семью на суду, что есть ли керлинг, кроме Бишкека? Да. Есть ли вообще в регионах керлинг, керлинг такого класса? Ну, мы активно развиваем это направление, сейчас вот договорились, дай бог в Нарыне хотим, потому что там ледовая арена есть, да, я вот хочу туда съездить, поговорить, значит, чтобы там открыть. В южных частях Джалабадской, Волжской области тоже, как бы, проводим там вот работу с дешорами, да, с этими олимпийскими категоризированными школами. Плюс это, как бы, хотим вот в этом году уже охватить Иссык-Коль. Ну, потихоньку сегодня охватишь, сначала хотим Бишкек, это главная, как бы, столица, да, а потом уже потихоньку отсюда, этот, в массы, в массы. Хорошо, вот вы говорили, когда приходили на эфир к нашему коллеге Максату Косыбекову, то, что уже команда укомплектована. Как вообще тяжело было собрать эту команду и насколько готовность сейчас сборной на данный момент? Команду, конечно, тяжело было собрать, тем более все, как бы, взрослые, у всех своя работа, как бы, все живут своей жизнью. И тяжело как-то кого-то, ну, вытащить из своих будних дней, а так поехать куда-то там, в Россию, там, тренироваться. Не имею, у нас, как бы, не было в прошлом году своей воли, да, только в этом году мы сделали. Вот, ездили в Россию, собрали, поехали командой. Ну, ничего, получилось там, поиграли с группой «С», победили. За месяц тренировок мы группу «С» как бы прошли спокойно. За месяц тренировок? За месяц тренировок, да. А когда будет группа «Б»? Группа «Б», думаю, ну, в этом году, дай бог, вот в мае приглашают в Красноярский край, тоже турнир будет, это, как бы, международный, там, будет вся Россия. Ну, и кто захочет других стран приедут, мы там хотим посетить тоже, как можно. Ну, там будет, скорее всего, дабл-микс, хотя, поменьше. Только дабл-микс, да? Да, дабл-микс, скорее всего, потому что, как бы, меньше затрат для команды, потому что другие тяжело же передвигаться с Казахстана, с Атнас. Кстати, говоря о дабл-миксе, вы с женой сейчас, с супругой, по-моему, играете в дабл-микс? Ну, как бы сказать, еще особо-то нет, чтобы так профессионально. Ну, начали уже. А так, да, 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 вот, все, хотим вместе ездить, участвовать. Она тоже горит желанием со мной ездить, как бы, ну, и я сам горю желанием, да. Хорошо. И сейчас вот тоже пришло СМС, что думаете о дисквалификации русских на Олимпиаде, то есть о Куршельницком? Этот вопрос, когда я ездил в Москву, разговаривал, как бы, ну, пронес свои, как бы, ну, такие, как сказать, ну, не соболезнования, а такие, ну, сказал, чтобы… Ну, в спорте бывает все, да, и в этом спорте надо, как бы, да, пройти, я считаю, достойно, да, в любой этап жизни. Здесь, как бы, наличие самого допинга присутствует, из-за этого, как бы, его от факта отрицать нельзя. А как он попал туда, вот это уже, как бы, поэтому идут и разборки до сих пор, как бы, выясняют Олимпийский комитет, до сих пор вот в Лозанне, в спортивном арбитаже идут слушания, да, по это делу. Как бы, Куршельницкого, конечно, отстранили. Пробой бы тоже дала положительный результат. Да, дала положительный результат. Это у всех может быть, то есть от этого мы не застрахованы. И почему, как бы, в Москве они подумали над тем, как бы, как обеспасить спортсменов теперь, в будущем. Угу, такого не было. Да, уже. Сейчас они уже знали, вот все уже, как бы, было предупреждены до этого, что вот допинг, допинг, и тут бац, и опять попадается. Но это уже, как бы, получается, как бы, кто-то со стороны, да. Ну, подставил, возможно. Возможно, да. То есть, как бы, да, это отрицание. Ну, еще тут вопрос, не только, мне кажется, в этом состоял, еще в целом о сборной России, которая, как олимпийские атлеты из России выступили, тоже об этом ваше мнение, наверное, хотят узнать. Например, как бы, мое личное мнение, я поддерживаю это вообще, этот, российскую сборную во всем. Потому что это, ну, бывает, может, единичные случаи. Люди разные, да, как бы, всех под одну это нельзя мешать. Один, может, принимает действительно, да, чтобы каких-то быстрых результатов достичь, а другой, нет, он своим силами старается, понимает, что только таким упорным трудом он может достичь результатов. Все, вот, единственное, это от человека зависит, скорее всего, а не система эта, система навряд ли тут. Хорошо, еще один смс уже закидывает. Есть обмен опытом с другими федерациями керлинга. Есть ли обмен? Ну, вы об этом говорили? Может, еще раз повторюсь. Есть обмен, как бы, в прошлом году непосредственно вы тоже были, участвовали, да, международный фестиваль был, да, детский международный фестиваль на Иссык-Коле. Там приезжали гости из Гонконга, с России, по этой федерации. Конечно, с Казахстаном общаемся, с Афганистаном, по мере возможности совсем. С Южной Кореи приезжал в октябре тоже президент. Президент, он, керлинга, и заодно президент паралимпийского комитета, как раз, проводил олимпиаду, он, Джон Гилчой. Общение есть, как бы, ну, немножко, конечно, сразу не охватишь. Это постепенно, ну, думаю, еще всех узнаем, дай бог. Дай бог, хорошо. Вот и просьба к вам, запоминайте вопросы, которые сейчас идут, чтобы в конце будете выбирать, какой же более такой лучший для вас. Ну, и такой вопрос по поводу олимпиады. Вот даже на этих нарезках на видео мы видели, как сборная США побеждала, как сборная Швеции женская побеждала Корею, Южную Корею. Вот ваше мнение, как прошла олимпиада именно, в частности, в керлинге? Я считаю, что эта олимпиада была прорывной для керлинга, потому что зрительские интересы сами наблюдали. По запросам даже интернета и всяких изданий можно увидеть, что количество запросов очень сильно возросло в интернете. То есть, по сравнению с прошлым месяцем было 250 тысяч запросов, а уже через месяц 2 миллиона с половиной. То есть, как получается резкий такой спрос. И, по-моему, здесь просто результат ошел мумляющего для керлинга. Неожиданный просто. Да, нам тоже очень понравилось. Ты тебе еще одно смс. Мне 25, могу ли я начать заниматься? Конечно, это возраст, золотой возраст. Надо идти. 4 года, дай бог, упорно тренировок. Можно в чемпионатах уже участвовать, свободно. Хорошо. Так вот, продолжая тематику об олимпиаде. Какая команда вас удивила? В дабл-миксе среди мужских сборных и среди женских сборных команд? Вот три команды назовите. Ну, в дабл-миксе, конечно, с собой, ну, Крушельницкий, да, потому что, ну, неожиданно они прорвались, как бы, особо в олимпиаде никогда не участвовали. И тут неожиданно такой рывок. Брызгалов. Да, брызгаловаться, Крушельницкий, да. Отлично они себя там показали. Да, вообще. А со стороны, как бы, мужских и женских команд очень сильно мне понравились, конечно. У женской сборной это кореянки, это просто, ну, им чуть-чуть не хватило, буквально чуть-чуть, да, там был разрывающий матч. Такой, я сам смотрел, с удовольствием. И, а мужчин, конечно, ну, американцы, ну, супер, да, американцы, да. Еще один вопрос. Реально бесплатно, что ли, по тренировке спрашивают? Да, конечно, бесплатно, да. У нас все думают, что, как бы, бесплатно среди мышеловки, да, а, как бы, дело тут совсем в другом. То есть, мы стараемся, чтобы побольше этот вид спорта внести в массы, развить его, да. Как бы, бесплатно любой может прийти, вторник, четверг проходят тренировки. Нужно, я дополню вас сейчас, Трис Бехович, поймите, это вид спорта новый для нашей страны. И сейчас президент делает, федерация делает все для того, чтобы популяризировать данный вид спорта. Поэтому приходите и, конечно, занимайтесь. Я и сам, кстати, тоже подумываю об этом начать. Конечно, приходите, будем ждать, да, обязательно. Хорошо. А вот дальше уже продолжая тематику. Вот Швеция, к примеру. Швеция с Южной Кореей в финале играли. Что именно не хватило Южной Кореи победить в финале шведок? Скорее всего, тут психологически устойчиво. То есть, это как бы их была первая Олимпиада, они молодые. 19 лет, там, 22, 19. Ну, это для керлинга, это как бы, ну, это только расцвет, цветочек, да, только расцветает. То есть, у них еще все впереди. Это просто как бы тут психологически немножко не хватило. То есть, они весь матч лидировали, получается, да, как бы весь, всю, то есть, всю игру, всю, всю игру до этого, полуфиналы тоже выиграли. А тут просто в финале уже не смогли, как бы, держать свои эти эмоции. Рука другу. Да, рука другу, да. С опытом придет. Да, вот на официальном сайте вы можете зайти, там, какие-то, керлинг, кейджи, там, посмотреть, комментарии у нас. Мы постоянно это смотрим, тоже обзоры делаем, комментируем, да, можно посмотреть эти матчи все. Да, то, что иногда заходим, смотрим перед какими-то тоже матчами. Конечно же, по поводу вашей сборной сейчас хочется еще спросить. Вот вы уже съездили, выиграли турнир класса С, про класс Б вы уже также говорили. Вот когда ближайший турнир для вашей команды? Скорее всего, мы подали заявку вот участия в Бестерсонде, в Швеции, в апреле, 21 апреля начался турнир. Ну, так как мы еще как бы более молодые, молодая вообще, да, федерация, и как бы опыта у нас не хватает, скорее всего, нашу заявку как бы, ну, отклонять, 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 думаю. Ну, больше рассчитываю, что в этом году к сентябре, к октябре мы подготовим уже полноценную сборную, в которой мы можем участвовать в чемпионатах, да. Если хорошо будем тренироваться, заниматься, то есть все хорошо. Хорошо. Мы вам очень желаем удачи, кстати, в этих начинаниях. Спасибо большое. А еще вопрос, где в Кыргызской Республике есть площадки, чтобы развивать керлинг, если будут строиться? Мягкий знак забыли. Хорошо. Где площадки есть, ну, можете про свою сказать тоже. Ну, в Локомотиве, как бы, Осмон, это СОК, спортивно-оздавительный комплекс Локомотив. Мы с Тимиром Казатин Джилу, спасибо президенту, да, в Казатин Джилу Магайбаеву, что согласовали с ним этот проект, вообще открыли на льду. Спортивно-оздавитель комплекс Локомотив, Осмонов один, все можете приходить, есть телефоны, сайт, заходите, как бы все видно. А вот еще, я думаю, предвосхищая дальше, нет ли планов в ближайшем будущем построить специальную арену, маленькую ледовую, именно для керлинга, чисто для керлинга? Да, конечно, это уже, с самого начала открытия, это мечта построить, ну, куда им полосать, дойдем до этого, я думаю, это, ну, это время, немного, да, время. Надеюсь, когда наши ребята начнут показывать результаты, и уже государство немного обратит на нас внимание, да, и мы, может, совместное финансирование, ты, как бы, частное, и, получается, государство можно построить хорошую, отребовую, готовую. Дай бог, дай бог. Как раз-таки по поводу поддержки вопрос такой, вы, я вижу, как вы сначала создание, прям, так, очень усердно, упорно пытаетесь вкладывать и средства, и силы свои, все, в общем, в этот вид спорта, для развития этого вида спорта в нашей стране. А кто помогает вам, кто вас поддерживает, кто, так сказать, ваш тыл и ваши руки в некоторых моментах? В первую очередь, конечно, это тыл мой, это моя семья, которая меня поддерживает, да, отец, мама, да, который всегда давай, начал, делай, да, потому что я делаю, как воспитали меня в семье, ради, ради, как человеческого, да, как бы, для того, чтобы какой-то след оставить в Крыгызской республике, чтобы развить, чтобы Крыгызская республика где-то заняла такие места, чтобы об этом говорила, да, и остаться вообще, как бы, Крыгызстан, чтобы остался в истории этого керлинга, да, где-нибудь, уже в архивах было красными буквами записано, Крыгызская республика, да. А мы в это верим, кстати. Как у вас насчет спортинвентарей, спрашивает зритель. Есть спортинвентарей, заказали мы вот в прошлом году, как бы, они у нас, как бы, конечно, долго шли, это же международная, пока Шотландия, такой целый, ну, есть, ну, а, как бы, сами камни очень дорогие на сегодняшний день, то есть, один набор камней, минимум 15 тысяч долларов стоит, это, да, да. А сколько в наборе камней? 16 штук, да, да, получается. Дорогое удовольствие. Дорогое удовольствие. Почти, почти около 1000 долларов, примерно. Да, каждый камней, почти 1000 долларов, да. Это, это, как бы, еще не супер такие игры, это не супер камни, это олимпийские, то они вообще за, так как, космодром цена 25-30. Так же, набор камней есть, главное, это все необходимое оборудование есть, можем, любой придет, увидит, не даваться будет и сам заметит, что все есть, не хватит. Хорошо. А, кстати, вот, площадка специальная для керлинга, вот этот коридор, а в Локомотиве во время тренировок делаете какие-то границы или так примерно у вас это исходит? А у нас, как бы, там на льду уже есть свои разметки, мы когда лед заливали, этот месяц был в октябре, мы там все разметки поставили, то есть, как присущие, вот есть разметки, официальные, по правилам международным, да, в Международной Федерации. То есть, готовится хорошо, в принципе, есть разметки, все нормально? Да, разметки есть, да, просто перед началом тренировки специально есть у них машина такая ледозаливочная, она проходит, выравнивает лед, и, как бы, можно играть. Ну, конечно, до идеала далеко, там нам, конечно, не хватает специально Ice King, такая называется машина, которая вообще выравнивает лед, наверное, вы видели, как у него проходит, проходит такой машинкой, он стоит почти полтора миллиона, ну, сегодня нам тяжело это приобрести, ну, бурса купим, да, бурса купим, не спеша. Хорошо. А вот керлинг, самое важное в керлинге, что это? Это бросок, это мысль, куда и пойдет. Что важное в керлинге, самое? Я считаю, что в керлинге важно это хладнокровие, то есть, да, человек должен быть сосредоточен, то есть, как бы, вот, как вы сказали, да, сами, Корея, вот, шведца, что не хватило кореянкам, да, вот этого хладнокровия не хватило, да, в нужный момент успокоиться, отдышаться, почему даже видели, когда спорные моменты происходят, тренера зовут, тренер идет потихоньку, чтобы люди отдышались, сами подумали, хладнокровенно решили, потом уже просто, как бы, соглашается с ним мнением, просто он даже сам свой не советует, просто, да, мы правильно приняли решение, давайте действуйте, все, они остыли, потом уже легче играть. Вот вы уже сколько времени, в принципе, играете в керлинг, учите играть в керлинг, занимаетесь деятельностью этой, а сами, как научились, с чего начали вообще, как тяжело было еще? Ну, я, как бы, сам, не скажу, что я идеальный игрок, там, как бы, в меру своих, как бы, тонировок научился тому, чему, как бы, пока научился, да, но тоже познаю, тоже газы, есть такие вещи, которые тоже сам не знаю, то есть, все, потихоньку приходит, за это, в практике-то, когда практикуешься постоянно, играешь, тонируешься, тогда приходит практика, опыт. Чем лучше керлинг, чем другие виды спорта, ну, там, примерные, там, зимние, давайте возьмем, например. Ну, я просто, как бы, буду судить, одно единственное плюс, который керлинга, очень большой, в отличие от других, это тут судейство, судейство тут вообще не имеет никакого отношения к керлингу, то есть, судья в керлинге, это просто наблюдатель, почему керлинг, очень хороший вид спорта, почему можно им за это играть, потому что здесь не могут засудить команду, невозможно засудить, то есть, попал, как Белярджи, забыл, да, ближе к центру поставил камень, ну, все. Сейчас еще смс одно пришло, на рынке, когда приедете? Рахмат, рахмат, пора, вот, он хотел до конца марта съездить туда, вот, обязательно бы съездим, хочу посмотреть там тоже эту ледовую арену, там, на рынке, и попробовать тоже договориться, чтобы открыть, конечно, не со следствием, с этого года, может, с конца, да, с октября уже, чтобы, тем более, там, на рынке, очень много я вижу, что заинтересовались этим видом спорта, да, и там, я вот уверен, что Кыргыз, или, он способен на все, тем более, в керлинге он может порвать любого, кого угодно, да, это я, как бы, только надо заниматься усиленной тренировкой, тренировкой, да. Да, и климат на рынке позволяет даже на улице играть, да, да, на улице даже играть, да, точно. Хорошо, и вот вы, в принципе, вот, про регионы мы говорили, как вы думаете, так, наверное, лучше будет, если открыть на рынке школу, там, к примеру, ваше школу, в Джалабаде, в Таласе, то есть, так, рассыпать на свои ряды, вот, примерно, когда это планируете в ближайшем будущем? Ну, как бы, программу мы создали, по этой программе до 2022 года, то есть, программа была, наверное, разработана в 2017, на 5 лет. До пяти, на 5 лет? Да, да, и вот, в этой программе было указано, поэтапно, какой год, то есть, какой год мы будем, в какой регион входить. Ну, в ближайшие два года мы постараемся максимально зайти в два-три региона, для того, чтобы больше было массы завлечь, и чтобы постоянно между собой, когда между собой будет постоянно, одним словом, биться, практиковаться, будет легче выбрать хороших кандидатов, чтобы отправить на чемпионаты мира. Конкуренция, да, плюс конкуренция будет здоровая, да, то есть, как бы, я надеюсь, что в течение двух лет, трех лет мы ощутиме это, да, найдем. Вы про Пекин заговорили, ну, может быть, немножко кто-то подумает, это фантастика, фантастика, вообще мысль фантастическая, но, по вашим прогнозам, если так же будете развивать, может быть, еще усиленнее, может быть, какая-нибудь команда сможет таки пробиться в Пекин на Олимпиаду? Ну, как бы, надеюсь, надеюсь, я, конечно, надеюсь, ну, пока, пока говорить рано, потому что до Пекина осталось всего четыре года, тут они пролетят незаметно, надо за два года буквально такую стадать спорную, чтобы она просто рвала всех на чемпионате, тогда мы, может, попадем, да, если это, конечно, сделаем, куда я думаю, буду умеен, я думаю, мы попадем, да, и все за два года мы так сделаем. В принципе, да, вы, как сами сказали, крысский народ преодолеть может, в принципе, такое. Да, 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 ну, и больше я, как бы, тоже и ставлю цель не только обычных людей, да, и людей с ограниченным здоровьем, потому что этому тоже особо внимание уделяют, то есть я хочу просто всем подчеркнуть, телезрителям, да, и всем нашим гражданам Крышской республики, людям с ограниченным здоровьем, которым, да, на колясках, да, хочу их тоже пригласить на тренировки, потому что вот последние паралимпийские виды, ведь тоже видят, даже, может, посмотрели керлинг, то там было очень захватывающе, да, как бы игры были, где Китай победил, конечно, да, в последнем. Вот я вас приглашаю тоже, хочу, чтобы вы тоже занимались, как бы, как все здоровые люди вместе. А еще можете назвать время, какие дни и какое время тренировки происходят? Вторник, четверг, 10.30, 2 часа, полтора-два часа идет. Вторник, четверг, 10.30, полтора-два часа, хорошо. Тренировка, Шкурвикович, такой момент, я на телефон недавно буквально закачал пару недель назад игру одну, называется Керлинг она, соответственно, и сейчас я вам предлагаю, я записал через специальный рекордер на экране телефона, как я играл, один гейм, то есть один энд, но там не восемь бросков в этой игре, а по шесть бросков в каждом энде, и, соответственно, сейчас я предлагаю вместе со мной откомментировать вот этот кусок, один энд, по шесть бросков мои и моего соперника, и ваше мнение услышать как раз таки. Готовы? Хорошо. Хорошо, друзья, сейчас рубрика «Оцени чайника» называется, давайте посмотрим, внимание на экран и вместе откомментируем. Вот, собственно, игра, моя попытка первая, Хаммером в данном случае выступает, конечно же, итальянец Evolo, по-моему, фамилия у него? А я вот за Португалью здесь играю, с крыса на него там. То есть первый ход за вами, да? Да, мой ход, вот как вы оцениваете? Правильно ли я сделал первый ход? Да, правильно, замечательно ход. Можешь сказать, и в круг вошел, и как бы как защитник стал, гад. Вот так вот походит меня. Тоже верно, потому что ему надо ближе к центру, он и постарался обойти вас. А здесь я вот решил сильно прям выбить его. Выбить, да. Правильно, тоже. С круга. И теперь два уже, пока у меня есть. Да, ну, желательно было чуть подкрутить, чтобы в центре встал. Чтобы в центре встал. Да, да, да. Здесь он вас убивает и сам уходит, да? Сам уходит, да, ошибается. Ошибается. Вот я решил немножко диапазон расширить здесь, расставить по углам, так сказать, камни. Правильно ли это решение? Или надо было к центру ближе, гарда? Нет, 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 вы абсолютно верно сделали. Я смотрю, что вы как будто играли в керлинг, потому что здесь желательно, когда в одной стороне есть шар, надо в другую ставить. Комментировал керлинг не раз. Да, тяжелее выбить будет противнику. Вот так вот одним ходом он почти всех моих убивает здесь. Да. Но я рискую. Здесь должны, да, выбить, постараться его и в центре поставить. Закрутить, то есть. Снова три. Снова три. Его попытка здесь. Ушим уходит. Он вас ошибся опять. Пока у вас три очка. Соперник Слава, да, откренно говоря? Слава, Слава. Да, как-то подпечатали. Так как вы в онлайне играли просто. Да, он в онлайне играл с итальянским один игроком. Кристиан Эволов, по-моему, он зовут его. Ну, вообще замечательный ход. Вот Том Хаммер, он что должен был. Центр только поставить, у него выхода нет, но он не... В итоге вы 3-0 выигрываете. Вот моя последняя попытка, а потом его ублюд. Правильно, я вот здесь вот делаю. Закрыть дорогу, вы закрыли, да? Старай закрыть, бежит к центру. Да, да, да. Все верно, отлично даже. Но у него возможность есть подкрутить вас. Подкрутить и в центре поставить. Ну, вряд ли он сможет так. Не смог закрыть. Не смог, в итоге 2-3-0 вы победили, да? Да, 3-0, вот так вот победил. Молодцы, Мэнди. Поздравляю, все, в будущем у меня фернинги. Есть, есть. Экзамен прошел. Сосли. Хорошо, ну я дай бог, приду, наверное, тоже поиграть. Оцените мои уже реальные способности. Киберспорт – это другая вещь совсем. Хорошо, как раз-таки мы сейчас видели про эти тактики различные. Вообще, сколько вообще всего? Есть многообразие тактик в керлинге? Есть ли определенная цифра, примерно близкая цифра, допустим, если назвать число, сколько примерно тактик есть в керлинге? А в Энди, если бы сказать. В Энди – это невозможно почитать. Невозможно почитать. Это так же, тут множество, задает тон начинающий, то есть он выстраивает тактику начинающий. Ну, у соперника, кто заканчивает, я всегда хамер. Вот это важно, да. То есть начинающему всегда тяжело, чем заканчивающий. Заканчивающий всегда может отыграться. Один камень в центре, как мы сейчас наблюдали, да, он может перекрыть ваши камни. Из-за этого желательно свою тактику с начала игры выстраивать. То есть идет первый, второй, третий, четвертый энд. Не надо ждать вот этих последних, пятом, шестом, седьмом я победю, да. А надо с самого начала выкладываться. Потому что потом вы можете не догнать, сколько мы это видели, да, поправьте, увидели в Олимпиаде, да. Начинают потом гнаться уже бесполезно. Там первые три-четыре партии, пятая, упущены, все уже догнать. Хаммер, кстати, да, это преимущество. Но ведь есть минусы – это давление. Тот же самый Куршельницкий в полуфинале мог, в принципе, решить. Но вот давление не справился. Тоже молодая команда. Это действительно, когда этот постоянный опыт, постоянно тренировать. Почему канадцы сильные, почему шатландцы сильные или англичане? Потому что они постоянно играют, постоянно играют в международных турнирах. И для них выполнить этот хаммер удар – это уже как обычный, да, обычный другой чемпионат, да, который они проходили. У них они знают, как это сделать, как поставить, то есть как дышать, когда это делаешь, да. То есть у них уже все это по нотам разыграно. Это сравнимо, я думаю, с пенальти в футболе, когда подходит человек, который… Даже у мастеров случаются такие моменты неудачные. Да, да, да. И тоже нужно самовладомедить определенные для этого. А как вот тренировать эту психологию в керлинге? Все-таки вы преподаете, сами так же играете в керлинг. Как тренировать психологию игрока в игре в керлинг? В психологии, как бы, это постоянно надо, как бы, над этим совершенствоваться, что самостоятельно успокаиваться, то есть перед чем начать, играет от тренировки, постоянно, как бы, такие за это специальные упражнения проводятся, да, на спокойствие, это, как бы, себе специальные упражнения, которые буквально минут 10 занимают, их, как бы, перед тренировкой повторяешь, и более уже спокойно, хладнокровно подходишь к игре, да. То есть есть определенный вопрос. Успокаивающий, да, да, да. Ну, и, наверное, еще каждый уже с опытом для себя формирует, наверное, эту степень успокоения и эти самые моменты для того, чтобы успокоиться. Кто-то музыкой, допустим, кто-то книгой отвлекается. Да, совершенно верно. Перед и крыльцам, конечно, не во время. И такой у вас забавный вопрос по поводу как раз-таки терминов. Есть такой термин свип, конечно, для наших зрителей говорю, это когда камень катится, кричат обычно тот, кто бросает камень, свип, то есть там корректирует щеткой, грубо говоря. То есть грубо говоря, 3, а так корректирует щеткой, если так более литературно выражаться. Так вот, вот вы когда ездили на турниры, вы как на русском говорили, на английском свип или сюр говорили на кыргызском? На кыргызском говорили, потому что как бы нас, как бы, ну, не в обиду русскоязычным, да? Чтобы не поняли, мы должны как-то дать свою стратегию, и будем, наверное, в международных турнирах также на своем языке описать. Сюр, хатурах, хатурах. Да, хату, хату, сюрдагин. Такие выражения, которые для них непонятно. Они думают, что мы говорим вообще. А зато нам понятно. Это может быть какое-то небольшое, но психологическое преимущество тоже, когда язык не понимает. Например, англичане почему в этом смысле, что всем проигрывают? Потому что у них все знают английский язык, и они свою тактику не могут скрыть. Когда обсуждают, сидят, противник стоит рядом, он все слышит же. А мы можем обсуждать на халлинском, откуда он поймет это. Единственное, только с Казахстаном, наверное, и с Узбекистаном чуть будет параллель. Тяжелее будет. Вот с Казахстаном у вас есть определенные тоже связи. Как у них сейчас керлинг? Насколько развит в Казахстане? Да, у них керлинг с 2004 года, уже 13 лет. Довольно они как бы сильно продвинулись, ощутимо. В азиатском регионе, конечно, занимают где-то шестое, седьмое место, хотя всего лишь 8 команд пока. И вот мы девятая туда вошли, какая-то страна. У них своя рядовая арена. Вот после универсияда в прошлом году, когда у них универсияда, они получили свою арену для занятий керлингом. Это отлично. У себя олимпийская арена дома. Ты можешь спокойно тренироваться, то есть уже не переживая. И у них оборудование, конечно, другого класса. У них есть и тренировочный зал отдельно построенный, такой промышленный зал. А кто лидер в Азии сейчас? Конечно, сборная Кореи лидер, да, задает тон. Китая, Япония, три вот этих. Странно они просто всех. Потому что когда Кыргызстан войдет в тройку? Ну, я надеюсь, в ближайшие 5 лет, дай бог, мы постараемся, да. Усердно заниматься, да? Да, мы постараемся, потому что вот Гонконг буквально за 3 года очень больших успехов достиг. А вот еще смс шло. Девушкам тоже можно прийти в четверг? Конечно, девушки тоже обязательно должны тренироваться. Потому что мы набираем и женскую команду, и тут сборную, и мужскую. Как бы хотим, молодежную. То есть разных возрастов. И чтобы мы хотим провести отбор среди них. Также и сделать как бы смешанные пары. Тоже девушка, парень есть два, девушки два парня. Хорошо. То есть приходите, все время известили. Ну и, конечно же, про керлинг именно зарубежно давайте поговорим. Все-таки в Кыргызстане сейчас развивается, да, все хорошо на данный момент. Шотландия, есть ли у вас мысли о Шотландии плотно более общаться? Потому что Шотландии все-таки родоначальники, понятное дело. Да, конечно, мысль есть. Об этом я даже с президентом этого федерации разговаривал. У них как бы не федерации самой нет, у них по клубам все разделено. И самый лидирующий клуб, который с момента самого образования керлинга идет, это Каледония клуб, который лидирует сегодня в Англии. Она является родоначальницей тоже керлинга. И вот этот Календония она сегодня заправляет. Я общался непосредственно с президентом этого клуба. Он пригласил меня, говорит, проезжай в Шотландию с командой, потренируйтесь. Мы покажем, откуда вся история проходила. И вам не надо в другие страны ехать, и вы поймете сразу, что здесь как азбуку. Сама сердце. Азбуку керлинга здесь вы поймете. Хорошо, дай бог, чтобы также уровень повысился тоже после этого. Керлинг – это скучная, непонятная игра, так думают некоторые. Что вы ответите на это изречение? Возможно, для кого-то, может, и скучно, да. Кто, может, любит футбол, который постоянно динамичный, да. Тут, как бы, игра хладнокровная рассчитывает на логику, да. На планы, на два-три хода вперед просчитываешь соперника. И, возможно, как бы, у каждого столько людей, столько мнений, говорит, сколько людей, столько мнений, да. Я не могу, как бы, отрицать, что, может, и скучно для кого-то. Но для меня она лично очень захватывающая игра, да. Для меня тоже, кстати. На олимпеде вообще мы видели, столько накала было. А еще одно смс. Сколько людей сейчас тренируется? Ну, сейчас, конечно, пока небольшое количество, шесть, шесть человек, шесть, семь человек. Потому что мы только вот набираем, набираем. Ну, пожелаем, у нас же не все могут, как бы, да. Хотят люди, я приду, но никто не приходит. Угу. 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 Хорошо. А вот что вы посоветуете для начинающих юридистов вообще? Может быть, какую-то литературу читать для начала? Либо смотреть какие-то видео, каких-то игроков, каких-то сборных? Скорее всего, да, вы, правда, сказали, лучше смотреть видео. Часто вот эта, как бы, практическая игра, она больше дает результатов. И смотреть, как играют те же канадцы, шведы, это намного полезнее, чем, да, прочитать нашу литературу. Лучше посмотреть своим глазам, как это происходит, да, практически. Это, как бы, лучше смотреть видео, и заодно и читать литературу в интернете. Все есть сейчас на долгий момент. Угу. Хорошо. Как вы видели, для вас кто является, ну, не то чтобы кумиром, а тот, на кого стоит равняться в керлинге? Игрок или команда именно? Ну, для меня, конечно, на сегодняшний день это Рэйчел Хоман мне нравится, как он играет. Да, Рэйчел Хоман, да, ее команда. Ну, и Тим, этот, Тим Коя, да, с канадца, да. Потому что все-таки у них этот спорт очень сильно развит, и они играют на высочайшем уровне. Просто, может, на Олимпиаде им не повезло, потому что они первый раз выступают. Рэйчел Хоман, тем более, первый раз выступают, да. Хорошо. А вот вопрос сейчас, дорогой или не слишком дорогой вид спорта? Ну, для кого как, я считаю, что тут все бесплатно, приходить тренируйтесь, для вас недорогой. Ну да, в принципе, тренируйте бесплатно, да. Приходите, занимайтесь, пожалуйста, если тоже подумаю. Так вот, вы сказали сейчас об этих игроках, но вот по поводу еще этого допинга, не будем фамилия снова называть. Вообще, многие спрашивают даже, как человек употребил допинг, к примеру, как он может помочь вообще в керлинге? Ведь нет, мне кажется, особых таких, особой помощи от допинга в керлинге. Я думаю, наверное, допинг тут особо-то не поможет, да, как бы. Тут, скорее всего, как бы больше идет борьба с допингом во всем спорте. То есть, именно с керлинг, да, старается во всем, чтобы во всех спорта очищать от этого, как бы можно сказать, заразы допинга, да. Я считаю, что который убирает человека, организм, да, со временем потихоньку. Действительно, человек со временем после употребления допинга становится уже не тем, да, здоровье подрывается, да. Хорошо. Такой вопрос теперь уже. Давайте подведем итоги нашего, так сказать, смс-форума. Какой вопрос понравился больше всего для вас? Тот получит подарок от Лалафо. Да, скорее всего, мне понравился человек, который смотрит на будущее, спросил про регионы, когда вы регионы будете развивать. Вот вопрос про регионы, друзья. Вы становитесь победителем и получите Лалафо. Мы с вами свяжемся, ну или же вы можете написать direct к нам в Instagram или позвонить на наш номер 656602. Поздравляем еще раз. И, конечно, заканчивая нашу передачу, я хотел бы специальным опросником, когда-то на земле жил один известный писатель, друг моего коллеги Биксута Муслилиева, Марсель Пруст, его звали и он оставил свой опросник. Я некоторые вопросы для вас отобрал специально и хотел бы раскрыть вас как личность, не только как президента Федерации Керлинга, но и как личность. Готовы? Готовы, готовы. Какие добродетели вы цените больше всего? Человечность, первое всего, да. Человечность, искренность должен быть. Любой поступок должен делать искренне, да. Доброта, искренность и человечность, это все. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине? Сказал, сделал. Действие. Качество, которое вы больше всего цените в женщине? Уважение к мужчине, так сказать. Уважение, да, чтобы она ценила своего мужчину. Хорошо. А что вы больше всего цените в ваших друзьях? Какая-то искреннее соотношение, да, чтобы он действительно был другом, который придет себя на помощь, да, в любой момент, в любую непогоду. И я помню просто года три назад был в Москве тоже на бизнес-форуме, и там преподавал профессор, хороший какой-то форум. И рассказывает, что у меня есть два друзья, говорит, что бы ни было, даже вот я сейчас вам преподаю, говорит, да, здесь лекции читаю, говорит, ну не дай бог с ним что-нибудь случится, я вас всех здесь брошу, вы мне не нужны, говорит, и поеду к ним помочь. Да, вот такой должен быть человек, да, потому что я его послушал, действительно так и должно быть. Да, не поделим другом. Да. Что является вашим главным недостатком? Я все хочу опередить быстрее, да, все хочу, чтобы это быстрее, быстрее пришлось, ну все, оказывается, всему свое время, да, всегда. Какое ваше любимое занятие? Занятие спортом, спортом, хочу, хочу больше спортом заниматься, но времени маловато. Это бумажная волокита, рабочая волокита, постоянно командировки не дают, да, привлокунуться, да. В какой стране вам хотелось пожить? У себя только в Крызстане, потому что во всех странах, ну не во всех, почти в 50 странах мира был только Крызстан. Лучше нашей родине ничего нету, да. А любимый литературный герой? Ну, с детства это Чарльз, Чарльз Диккенс, Чарльз Диккенс, да, читал, Джека Лондона, да. А герой именно какой вот из этих произведений у вас запомнился вам больше всего? Скорее всего, сейчас как бы подробно не помню, я герой, который, это, герой сам человек там, который преодолевает все препятствия, да, который идет, не смотря ни на что, как бы, любовь в жизни, вот взять, если Джека Лондона, любовь в жизни, который человек любым путем постарался выжить, да, как бы выжить, да. Человека самого, да, вот это, да. То есть, образ даже, можно сказать, такого героя. Образ, да, образ, да. Ага. А любимый герой в реальной жизни? Так, не могу ответить этот вопрос для меня. Для меня я просто смотрю на человеческое качество, он может быть, да, как говорится, есть выражение Владимира Высоцкого, да. Может, человек может быть приятной наружности, но оказаться может быть редкой, ну, как бы, да. А даже дворняга, собака может быть такой плохой в нынешности, но душой добрейшей душой, да. Хорошо. С кем бы Вы хотели бы встретиться из когда-то живших или ныне живущих известных людей? И спросить совета, да, скорее всего. Я думаю, с Пётром Первым хотел бы, да. Пётром Первым? Да, который, да. Отлично. С Пётром Первым. Ну и, конечно… И с Хаком Радыковым, да. И с Хаком Радыковым. Да. Отличный выбор. Последний вопрос. Ваш девиз по жизни? Двигаться вперед, не останавливаться, да. То есть, иногда лучше сделать один шаг, когда тяжело назад, чтобы потом два сделать уверенно вперед. Отличное завершение этого вопроса. Хорошо справились с этими вопросами. Теперь буквально у Вас 30 секунд есть сейчас, потому что конец эфира. Можете, глядя в камеру, нашим телезрителям пожелать того, чего Вы хотите и нашему каналу, соответственно, если душа пожелает. Да, уважаемые телезрители, желаю Вам всего наилучшего в жизни. Всем главное – здоровья. Приходите, занимайтесь спортом, любым спортом, неважно, херлингом, бутбоксом, футболом. Главное, чтобы поддерживать здоровый жуй, дух здорового тела должен быть. Приглашаю на Локомотив, на тренировки. Спасибо Вашему каналу. Было-то очень благодарное, что пригласили нас постоянно. Причем приглашайте, не забывайте, чтобы Ваш канал развивался, чтобы побольше у Вас таких положительных шоу. Спасибо. Спасибо большое. Мы рады поддержать, тем более такой развивающийся вид спорта, молодой вид спорта для нашей страны. И Вам также от лица нашего телеканала, от себя лично также желаем успехов, дальнейшего продвижения и чтобы турнир класса А для Вас был обычным делом, соответственно и Олимпиадой будущем. Спасибо большое. Дай Бог в Пекине увидим команду от сборной Кыргызстана. Ну, будет всегда, да. Хорошо. Друзья, наше эфирное время подошло к концу. У нас сегодня в студии был президент Федерации Керлинга Кыргызской Республики Тысячный Бег Самата. В студии с Вами весь вечер был Азерита Дреймов. Всего доброго, любите спорт и всегда будьте за здоровый образ жизни. Субтитры подогнал «Симон»